здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня у нас в работе блок управления delphi mt22.1 это lifan традиционная неисправность замена свечей без резистора внутреннего который должен там стоять то есть свитера air свечи должны стоять и блок управления не вышел на связь чек не горит сгорела микросхема драйвер управления дроссельной заслонкой как обычно сейчас мы его будем менять чтобы сэкономить ваше время я его уже открыл блок вот он пожалуйста микросхема находится на обратной стороне вот некоторые ремонтируют вырезая по контуру вот здесь пластмассе и доставая вот эту микросхему именно вот здесь она стоит но бывает еще летит блок и источник питания он стоит здесь то есть но крышку вырезать понятно можно но как к этому отнесется клиент непонятно то есть клиенты не очень-то жалуют разрезание вот этих вот всех дел поэтому мы отпаяли все контакты сейчас снимем плату вот подцепляем ее с этой стороны и с этой стороны вот наша плата снята и вот он наш драйвер управления дроссельной заслонкой который замыкает и дальше тянет за собой вот этот источник питания сейчас мы его перепаяем и посмотрим если блок на связь не выйдет значит будем выпаливать еще и источник менять давайте сейчас замеряем есть ли замыкание у нас на группе питания то есть вот конденсаторы смотрим здесь нормально здесь нормально вот оно замыкание замыкание по питанию сейчас отпаяем эту микросхему и посмотрим если замыкание останется что будем еще менять источник питания первая ножка у нашего драйвера вот здесь стоит точечка вот вы видите также мы его и будем ставить сначала нанесем флюс для того чтоб лучше отпаялся имейте ввиду что это микросхема еще и с радиатором внутри то есть не просто ножки с боков а еще внутри с радиатором вот сейчас ее можно в принципе отпаивать вот микросхема у нас в руках так легко она отпаялась благодаря флюсу вот на микросхему отпаяли давайте теперь посмотрим замыкание так на этих конденсаторах мы смотрели его не было да вот все и теперь здесь его нет тоже тестер не пищит то есть все нормально значит источник питания у нас целый не сгорел нам остается поменять только вот этот вот драйвер драйвер управления дроссельной заслонкой берем новый драйвер вот он точечка у нас смотрит вот сюда как мы это уже видели и ставим на позицию флюса здесь достаточно и начинаем прогревать уже феном чтобы она приклеилась платье вот берем фен нагреваем ее температура 400 градусов как только видим что припой заблестел вот микросхема села мы ее поджимаем чтобы брюшко как следует касалось платы еще немножко прогреваем и отпускаем все наша микросхема запаяна вот такая у нас с вами получилась пайка вот эта микросхема вот она и вот мы ее запаяли очень аккуратно давайте сейчас опять проверим на замыкание то есть это покажет нам исправность нашей запаянной уже новой микросхемы так берем тестер и смотрим ничего не пищит замыкания нет все сейчас мы блок пока запаивать не будем вот эти вот разъемы мы сейчас подпаяемся три проводка четыре там получится вот и попробуем блок ввести в диагностику посмотреть на диагностику выходит блок или нет ну и посмотрим заодно греются ли какие-то компоненты для того чтобы посмотреть подключение к блоку delphi 22.1 мы зайдем в help combi loader вот он у нас help combi loader выбираем дополнительные материалы назначения контактов и выбираем delphi delphi mt 22.1 вот это он как раз наш и есть читается и пишется он по к линии тоже самая диагностика идет тоже пока линии на машине она идет через иммобилайзер затем идет на разъем обд значит нам нужно что подключить два питания массу и к линию четыре провода неотключаемая 67 отключаемая 68 и второй масса давайте припаяем проводочки так согласно help combi мы сделали соединение то есть мы подпаялись прямо контактом потому что мало ли что мы сейчас запаяем разъем а там какая-то неисправность нам придется опять его выпаивать вот так вот мы его запаяли здесь получается два питания это к-line и масса давайте сейчас попробуем вывести его на диагностику и включить потрогать элементы греются они или нет включаем зажигание так нагрузка у нас 0 26 ампер это нормально так смотрим переворачиваем и смотрим греются ли у нас элементы в частности нас интересует источник питания ну и эта микросхема которую меняли нет все нормально элементы не греются все работает отлично нагрузка 0 26 ампер давайте его попробуем сейчас вывести на диагностику с помощью сканматик открываем сканматик выбираем лифан у нас x60 двигатель delphi mt 22.1 вот он соединился с блоком можно посмотреть паспорт блока вот здесь все указано то есть блок вышел на связь значит работу мы выполнили правильно замыкание мы проверили на конденсаторе нет и теперь давайте замерим напряжение которое выдает нам источник питания здесь должно быть 5 вольт да вот 499 5 вольт на этих также по 5 вольт на этой группе это талонное напряжение идет 5 вольт теперь посмотрим 12 вольт 12 вольт у нас вот идет супрессор все напряжение подходит ничего не греется всю плату можно вставлять в блок теперь мы нашу плату вставляем на место вот здесь направляющие раз сюда садим на направляющую и сюда на направляющую и аккуратненько его куда вдавливаем смотрите внимательно чтобы не продавить дальше потому что плата туда садится очень далеко вот примерно где-то полтора миллиметра должны они торчать ведь если далеко посадить вон они как торчат как тут показать вот торчат очень сильно контакты вот так быть не должно то есть они должны где-то выступать но миллиметра полтора не больше из платку на чуть-чуть приподнять вот оптимальный размер для контактов вот видите насколько они выступают так вот видно вот настолько не выступать то есть глубоко плату присаживать не надо ну и теперь нам наша задача их пропаять все вот эти вот контакты и закрыть блок на герметик теперь берем герметик предварительно очистив канавки по всей глубине чистим обязательно и теперь укладываем туда герметик прямо стараемся чтобы он до дна достал теперь берем наш блок значит вот направляющая здесь мы видим и вот направляющие в блоке и его вставляем здесь вот тоже с боков направляющие вот имейте ввиду и теперь берем его просто и вставляем туда поджимаем и теперь делаем следующее берем такие вот струбцинки вот они и поджимаем блок с двух сторон так закручиваем с этой стороны поджали и теперь с этой и теперь поджимаем как следует чтобы блок сел туда куда нам надо аккуратно с обоих сторон здесь вот упор есть у струбцинки то есть она пластмассу не сломает дальше не пойдет сегодня мы с вами производили ремонт блока mt22.1 это lefan x60 работа выполнена выполнено успешно всем всего самого наилучшего много интересной работы много хороших клиентов а самое главное крепкого крепкого здоровья